Они имеют низкую сложность, в синем отмечены те, которые имеют среднюю сложность, и в оранжевом отмечены те, которые имеют высокую сложность. Если вы посмотрите, то внизу пирамиды находится обмен студентами. Соответственно, он имеет низкую сложность, но в то же время он самый массовый проект, и он действительно лежит в основе всех процессов. Академическая мобильность студентов может рассматриваться как физическая, виртуальная или смешанная. Под физическое мы понимаем обычное физическое перемещение за пределы стороны. В данном случае мы можем уже рассматривать ее как физическое перемещение за пределы регионов. Виртуальная мобильность – это использование ИКТ с целью достижения преимущества виртуальной мобильности, но без необходимости перемещения за пределы страны или региона. В контексте нынешней ситуации, в контексте пандемии, мы уже можем даже говорить о том, что виртуальная мобильность – это мобильность без необходимости перемещения в пределы кампуса. То есть человек может находиться у себя дома и учиться в любом месте. Смешанная мобильность предполагает сочетание периодов краткосрочной физической мобильности, обычно от 5 дней до 2 месяцев, с периодами виртуальной мобильности. Для академической мобильности студентов характерно использование следующих инструментов. Эти инструменты – ЛМС, то есть система дистанционного обучения и СРМ у вузов-партнеров. В основном, конечно, используется ЛМС, СРМ используется реже, но тоже используется для этих процессов. Предполагается, что в дальнейшем будет иметь место частичная интеграция как ЛМС, так и СРМ вузов-партнеров, поскольку именно при частичной интеграции, при возможности быстрого обмена данными через какие-то связанные модули, можно будет укрепить и ускорить взаимосвязи. Общие тренды академической мобильности можно рассматривать следующие. Во-первых, ну это мы уже наблюдаем в настоящий момент, это рост виртуальной мобильности при сохранении взаимодополняющего характера по отношению к физической мобильности. Я бы даже уже сказала, что у нас идет взрывной рост виртуальной мобильности. Но тем не менее, остаются люди, которые все-таки предпочитают физическую мобильность и какой-то процент все равно надеются на скорое возвращение именно к физической мобильности. Второй тренд это использование технологий дополненной или виртуальной реальности при создании виртуальных обучающих средств. Ну вот уже были во время пандемии, во время карантина уже были прецеденты, когда, например, в Майнкрафте создаются виртуальные обучающие среды и проводятся занятия. Использование искусственного интеллекта для создания рекомендаций и построения персонифицированных образовательных траекторий на основании автоматически пополняемых данных пользовательского профиля. Ну то есть я под этим понимаю, что внутри пользовательского профиля заводятся данные об образовании, заводятся данные о том, какие предпочтения указывает пользователь. В дальнейшем пополняется за счет его активности в виртуальной среде. Причем эти цифровые следы могут быть осознанные или неосознанные. И, соответственно, на основании этих осознанных или неосознанных цифровых следов искусственный интеллект может предлагать пользователю какие-то рекомендации по дальнейшему изучению или, допустим, предлагать какие-то треки виртуальной или физической смешанной мобильности. То есть изначально рассматриваются платформы, конечно, виртуальной мобильности, но в дальнейшем я подозреваю, что платформы виртуальной мобильности будут дополнены платформами смешанной мобильности. Первоначально платформы виртуальной мобильности будут, конечно, разрозненными. Впоследствии, я думаю, что произойдет процесс интеграции платформ виртуальной мобильности. Возможно, если не в европейскую, то в общую глобальную. Если мы рассмотрим инструментарий, более подробно используемый для оценки эффективности и для принятия решений при академической мобильности, то мы увидим, что первое, что используется, то это система дистанционного образования обучения Moodle со всеми надстройками. Именно надстройки позволяют использовать мониторинги и отслеживать активность студентов, активность преподавателей, мониторинг структуры и содержания курсов, результатов обучения студентов. Также очень интересный момент – это мониторинг использования контента внешних сервисов. То есть на основании этого мониторинга мы можем сделать выводы, какие цифровые сервисы рекомендуется включить во внутреннюю среду университета для того, чтобы отслеживать полностью активность студентов, учебную и околоучебную. Точно такой же мониторинг можно использовать по отношению к преподавателям для того, чтобы сравнивать среды, в которых проходит активность студентов и преподавателей, для того, чтобы отбирать наиболее подходящие инструменты для тех и для других, либо использовать какие-то обучающие курсы для того, чтобы сблизить эти среды. На основании полученных данных мониторинга мы можем принимать какие-то управленческие решения по поводу содержания программ образовательных, либо отдельных курсов внутри этих программ. Например, если студент регулярно не успевает по одному из предметов, мы можем сделать вывод, что нужно пересмотреть содержание и, возможно, систему оценивания. Хотя, конечно, может быть и поток какой-то не такой попасться. Основная учебная аналитика идет через электронный деканат. Часть мониторинга доступна преподавателям, часть мониторинга доступна студентам. Самая усеченная часть — это студенческая. Все это используется как в международной деятельности, то есть при международной академической мобильности, так и при совместных образовательных программах. Единственный момент, что при сетевых программах мы имеем дело сразу с двумя электронными учебными средами, и на самом деле чаще всего они абсолютно не взаимодействуют между собой. То есть передача данных возможна исключительно через какого-то посредника. В дальнейшем, мне кажется, достаточно перспективно рассматривать интеграцию отдельных модулей, ну вот именно статистических, для того, чтобы можно было партнерам снимать данные друг у друга. Естественно, согласие друг друга и, естественно, оговоренные заранее данные. Что касается второго инструмента или СРМ, то есть системы управления взаимоотношениями с клиентом, это уже более административная вещь, и она направлена на сбор и обработку данных, хранение оптимизации баз данных, автоматизацию взаимодействия между бизнесом и клиентом, поскольку эта система в первую очередь направлена на бизнесовый компонент и оптимизация работы в команде. Если мы рассмотрим СРМ относительно академической мобильности, то первое, что приходит на ум, это создание баз данных вузов-партнеров, вузов-потенциальных партнеров и отслеживание и использование данных по иностранным студентам и по иностранной профессуре. Соответственно, внутри СРМ мы можем отслеживать не только базовые какие-то контактные данные, но и заводить на них карточки, учитывающие их интересы, учитывающие их публикации, учитывающие те параметры, которые нам нужны. Если мы работаем не с готовым модулем СРМ, а подстраиваем его под себя. И еще одна база данных, которая очень востребована при академической мобильности, это база данных по программам, наборам дисциплин и стажировкам, доступным для студентов. Это все, я напоминаю, речь шла про академическую мобильность, про базовый процесс, лежащий в основе международной деятельности. Вот еще раз я вывожу на экран пирамиду, в основе которой лежит именно обмен студентами. И если вы посмотрите, то выше очень много других проектов, направленных на взаимодействие образовательных организаций, ну в частности университетов, которые возможны для развития внутри ЛУЗов. Предполагается, что достаточно перспективно рассматривать международную деятельность ВУЗа как некий набор параметров, которые настроены развивать университет. Естественно, у разных университетов этот набор параметров будет разный, разные профили. И под эти разные профили имеет смысл делать конструктор СРМ, позволяющий в зависимости от смены стратегии развития международной деятельности использовать и быстро набирать разные данные при помощи этого конструктора. Существует такой кейс, как кейс университета Калгари, которые поставили перед собой ряд количественных параметров. То есть им нужно было оценить эффективность существующих партнерств, определить ключевых партнеров, причем они определяли даже не столько по ВУЗам, а сколько по странам, разработать стратегию развития партнерских взаимоотношений и принять решение о возобновлении партнерства в ряде случаев. Также отсматривали, какие партнерские отношения являются неактивными, и им нужно было принять решение ликвидировать их или все-таки возобновлять. С этой целью университет Калгари разработал свою рейтинговую систему. Максимальный балл это был 30 внутри этой системы. Для каждой из категорий был присвоен свой вес, свое максимальное число баллов, то есть максимальное развитие они отводили, максимальное развитие было предопределено для программ мобильности. На втором месте у них стоят исследования и внедрения, а на третьем месте уже мобильность академических программ и альянса. Семь возможных баллов. Внутри каждой из этих категорий они перераспределили каким-то образом те параметры, по которым они отслеживают успешность данных позиций и создали свою CRM на основе вот этих вот данных. Таким образом, имеет смысл, я еще раз подчеркну, воспользоваться опытом университета Калгари и перейти к созданию CRM-систем под запрос, но с учетом того, что вполне возможно в ближайшем будущем какие-то из модулей CRM-систем отдельных университетов придется интегрировать с целью взаимообмена данными. Спасибо за внимание. Значит, международные программы цифровизации большие данные об эффективности применения ИКТ в школе и условия его эффективности... Ваша презентация на экране сейчас, мы ее видим. Да, вот я сейчас буду тупо зачитывать, и мы ее пройдем, чтобы ни у кого времени не отнимать. Следующий слайд, пожалуйста. Будьте любезны, следующий слайд. Так. Значит, вот основные определения. Наши зарубежные коллеги, я перелопатил множество разных документов, они придают очень большое значение определению понятий. И вот понятие цифровизации, оно проходило некоторую трансформацию. То есть сначала под цифровизацией понимался процесс преобразования аналогового значения в цифровые форматы, а также их обработку и сохранение. Почему в контексте цифровизации нужно упомянуть, что вот это определение было пересмотрено, потому что буквально вот недавно в контексте цифровизации образования исходили именно из этого определения. Значит, в дальнейшем понятие цифры цифровой и производной стало меняться, приобретая новые значения, цифровая камера, цифровые записывающие устройства и так далее. Наконец, сегодня цифровизации понимают глобальный мегатренд развития современной цивилизации, фактор трансформации жизни общества и экономики и говорят, что общество живет в условиях цифровизации. Следующий слайд. Значит, вот в этой ситуации, когда вот такая вот сложилась новая фактически цивилизационная среда, эта самая цифровизация в этом понимании начала ощущаться как некоторый вызов образованию. Поэтому на той презентации, которую я сегодня утром доделал, был специальный слайд «Цифровизация как вызов образованию». И на этом фоне начали как-то реагировать, осмысливать, а что же такое вообще в принципе вот это самое образование. И как это ни странно, но путеводной ниточкой, на что вот ориентироваться, да? Путеводная ниточка оказалась классическая. Классическая следующая, пожалуйста. Классическая идея образования. То есть все мы его помним с советских времен, да? Гармонично развитая, пресловутая личность. То есть это классическая идея образования, как она была сформулирована философами, классиками в конце 18-го, начале 19-го века. То есть Кантом, Гумбольтом, Пистолоци. И вот эта самая идея, она зафиксирована и существует в основных законах, в конституциях, в нормативных документах. И вот именно она послужила некоторым путеводным, ну что ли, маяком для базовой идеи, которая называется образование в цифровую эпоху. Значит, вот я зачитываю просто как пример. Аналогичные формулировки есть во всех законах развитых стран. Высочайшими целями образования являются благоговение перед Богом, уважение, убеждение других и прежде всего достоинство человека, владение собой, чувство ответственности и способность брать ее на себя, готовность помочь, открытость истине, добру, красоте и сознание ответственности за природу и окружающий мир. В той или иной форме, вот в тело конструкта компетентности всех уровней и всех видов образовательных стандартов, вот эта структура, ну там есть другие положения, я просто на ней сосредоточился, она содержится. Поэтому, ну так грубо говоря, любой уровень образования, я начиная с младенческого, я анализировал стандарты, структурное строение стандартов образования и определение понятий компетентности на всех уровнях образования. И вот это ядро, собственно говоря, и составляет базовую структуру компетентностно-ориентированного образования, и, соответственно, для высшего образования, сейчас шла речь как раз о высшем образовании, я соотношусь. Значит, там будет вопрос такой, каким образом построить образование, чтобы знания, теоретические знания, которые получает студент в какой-то определенной специальности, были связаны с его практическим воплощением, с самоидентификацией профессии и с некоторым ценностным ядром, который позволяет менять жизнь к лучшему. Это вот так вот, некоторая такая абстрактная формулировка. Я ее уточнил в своей другой презентации, эту формулировку, потому что они достаточно интересны. Поехали дальше. Да, почему вот там, вот мы не сразу приступаем к Сингапуру, потому что никакой сингапурской системы не существует, никакой сингапурской математики не существует. Сингапур это берет у, грубо говоря, в современных данных, исследований, которые действуют на Западе. То есть это полностью заимствованная система. И то, что в Сингапуре, к которому мы потом подойдем, мы можем увидеть, и мы увидим на картинках. На самом деле это просто современная система, современная дидактика, современная система обучения. Значит, теперь второй раздел. Главные источники больших данных в образовании. Я говорю об общем образовании, чтобы вам было понятно не о высшем образовании, а об общем образовании. Значит, у нас есть два основных источника, два основных источника больших данных. С одной стороны, это международные исследования типа ТИМС и ПИЗа, а с другой стороны, это некоторые метаанализы данных, метаанализы данных так называемой экспериментальной педагогики. И что касается цифровизации, как применения цифровых средств и КТ, на которых мы сейчас, которые мы будем сегодня смотреть, я представлю вам данные вот именно вот этих обобщений второго сегмента. Что касается ПИЗа, вот где 12 миллионов школьников, там были введены специальные соответствующие критерии, чтобы проследить, есть ли связь между результатами ПИЗовскими и внедрением ИКТ цифровизации в школах, такая связь не была обнаружена. То есть это было достаточно разочаровывающим результатом. И сейчас уже страны, скажем, европейские страны и экономически развитые страны, они исходят из этого результата, что никакой цифровой революции в образовании ждать не приходится, потому что вот результаты эмпирических исследований и больших данных, они эту революцию не подтверждают. Поехали следующий слайд. Следующий слайд. Вот знаменитое исследование Джона Хэтти, Джона Хэтти, которое вышло в нашей стране уже в книжке «Видимое обучение», вот как представляются результаты. Общий объем выборки, 1400 мета-анализов, общий объем выборки около 300 миллионов школьников. Просто чтобы вы себе представляли вообще размеры выборки, с которыми имеет дело это исследование. Это исследование считается эпохальным. В моей доработанной презентации, которую мы сейчас не видим, эта книжка представляется. То есть, где ее купить? Она вышла в издательстве «Национальное образование». Чем она замечательна? Характеристики этой книжки. Поскольку презентации нет, мы это все опустим. Вот он дал очень наглядную и четкую презентацию результата. Мы видим, значит, слева красненьким цветом – это негативный эффект. Затем розовеньким практически не воздействует какое-то мероприятие или какая-то взаимосвязь. Дальше оказывает очень незначительное влияние. И, наконец, после 0,4, коэффициента 0,4, почему 0,4 мы сейчас касаться не будем, это отдельный номер программы, это оказывает позитивное воздействие. То есть, мы должны стремиться, чтобы какое-то мероприятие, какая-то программа, какое-то вообще, ну, я не знаю, применение компьютеров, методика давало бы эффект больше 0,4. Следующий. Следующий. Следующий слайд, будьте любезны. Вот этот знаменитый барометр Хетти устанавливает, что вот 0,4 – это некоторая нулевая точка. Хетти формулирует простой принцип. Я останавливаюсь на Хетти, потому что книга считается эпохальной. То есть, вот уже никто не принимает никаких решений в образовательной политике, не обращаясь к данным этой книги и вообще вот этой вот группы, которые суммируют вот эти отдельные эмпирические исследования. Хетти формулирует простой принцип. Положительным будет считаться то, что поднимается выше 0,4. И чем выше, тем лучше для обучения, для эффективности. Значение в диапазоне от 2 до 0,4 – это обычное воздействие от хождения в школу. То есть, если ребенок просто ходит в школу, сидит, ничего не делает, штаны протирает, все равно какой-то эффект происходит. Все равно какой-то эффект происходит. То есть, это значит 0,4 – это среднее значение среднестатистическим учителям, среднестатистическом классе, при среднестатистическом родительском внимании к учебе ребенка. Понятно, да, что там разбиваются эти факторы. Например, факторы учителя. Смотрим, что там, какие характеристики учителя и так далее, и так далее. То есть, это огромное исследование, больше тысячи страниц. Дальше, поехали. Следующий слайд. Цифровизация в зеркале больших данных, применение компьютера на уроке, выборка 4 миллиона школьников. Никакой революции в обучении не произошло. Вы видите, да, что применение компьютера в обучении, сейчас мы не рассматриваем подробности, вот оно дает некоторый эффект. Дает некоторый эффект. Но этот эффект просто абсолютно не соответствовал тому, что ожидалось первоначально. Потому что, когда вводились компьютеры в обучение, то все говорили в терминах революция в обучении, сейчас мы поднимем учебные результаты. То есть, это будет что-то такое. Это вообще все вот, новая вообще эпоха настает вообще в обучении, при применении компьютера. Чуть-чуть превышает среднее значение. Ну, анализ первичных исследований показывает, что компьютер используется в большинстве случаев только как замена традиционных медиа, словаря, справочника. То есть, их реальный потенциал не используется. Почему он не используется? На этом есть отдельные анализы. У нас за 10 минут мы ничего с вами не сможем, конечно, разобрать. Как следует. Следующий слайд. Цифровизация в зеркале больших данных. Я выборочно даю. Смартфон. Основной инструмент цифровизации. На смартфоне я останавливаюсь именно потому, что смартфон является сейчас основным инструментом цифровизации. Вся цифровизация уходит в смартфон. Поэтому сейчас очень интенсивно это дело исследуется. Значит, смартфон сегодня основное техническое средство и главное средство цифрового обучения. Общий размер эффекта невелик. 0,3. Исследования показывают, что смартфон может как помогать, так и мешать обучению. И вот книжка в 2017 году вышла. Называется «Утечка мозгов». Ученые установили снижение концентрации внимания на уроке, что привело к понижению учебных результатов. После удаления смартфонов результат повысился. Ну вот выводы, которые делаются, я проводил интервью с очень мощными экспертами, которые как раз сидят во всех этих комиссиях, что каждая школа должна создать некоторую культуру обращения вот с этими, в частности, смартфонами. Вот в Финляндии, например, заходит ребенок в класс, у них такая штучка есть, уже никто ничего не спрашивает. Он заходит, кладет свой смартфон на такую подставочку под доской, садится на место, начинает заниматься. Как нужно смартфон использовать? Учитель, грубо говоря, хлопает в ладоши, дети в порядке подходят, каждый берет смартфон, открывают, делают, кладут назад. Вот это такая форма. Может быть, какая-то другая форма, но какая-то форма должна быть. Это называется утверждение культуры цифровизации, применения цифровых средств в школе. Каждая школа обязана эту культуру разработать. Поехали дальше. Следующее. Вот данные об эффективности применения цифровых средств в обучении. Их очень много разных цифровых средств, не буду перечислять, у нас времени нет. В зависимости от года публикации соответствующих метаанализов, то есть революцию цифровую в обучении, нам обещают с 1975 года. С тех пор, по 2015 год, возможности технологические и программы совершенствовались в разы. Как мы видим по вот этой презентации, по вот этой кривулюшке, очень незначительный рост. Соответственно, мы делаем следующий вывод, который сделал Клаус Циррер, обобщивший все это дело в монографии. Учение 4.0. Сначала педагогика, потом техника. Обобщение такое. Цифровая революция в обучении, которую ожидали на протяжении 30 или даже 40 лет, ею не стало и не может стать. Обучение остается обучением. По этому поводу есть серьезные нейрофизиологические всяческие основания, которых мы сейчас, естественно, касаться не будем за отсутствием времени. Следующий слайд. Будьте любезны. Переходим к заключительной, может быть, чего вы ждали про Сингапур. Вот мы смотрим урок в Сингапуре. Сингапурские школы оснащены по последнему слову техники и программное обеспечение. Мы можем считать, что это образцовое в мире. То есть все, что есть инновационного, там есть. Тем не менее, мы видим, что доска сохраняется. Все объяснения актуальны, делаются на обычной доске, традиционным методом. Вот мы видим, стоит учитель. Вот у нас есть начальная школа, старшая школа. Стоит учитель и тупым фронтальным образом ведет урок. Ну и знаменитая сингапурская математика, которую мы сейчас буквально одну минуту посмотрим, она работает с вот таким совершенно обычным тысячелетним абаком. Он абсолютно материальный. Поехали дальше. А вот уже у нас сингапурская математика. Скажу я вам, никакой сингапурской математики не существует. Вся сингапурская математика – это разработки, это совершенствованная классическая дидактика, разработана на Западе. А сингапурская математика, сингапурская система и так далее, которые очень сильно продвигаются, – это бренд. Вот это американская школа, уже американская школа, урок этой самой сингапурской математики. Мы видим опять, висит электронная доска, рядом обычная доска. То есть он использует для фронтального объяснения методом прямой инструкции. Объяснение происходит традиционным способом. Опять-таки, прямая инструкция. Вот эта методология со самой подачей, она остается по моим данным, у меня все данные тут есть, все энциклопедии. И для высшей школы такая. То есть вот, грубо говоря, ну, давайте дальше, следующее. Сейчас мы смотрим, вот что такое, что такое вообще, вот эти, что такое сингапурская математика, то есть что такое качественный материал. Потому что, если вы занимаетесь производством цифрового, цифровой какой-то системы, вы ее все равно какой-то дидактикой, дидактикой, насыщаете, если вы ее насытите дидактикой, которая неправильная в обычном преподавании, в обычном, без всякой цифровизации, она усилит свое неправильное действие в цифровом формате в разы. Потому что тут-то и живой человек, он может каким-то образом скорректировать, а там нет живого человека. Поэтому, вот, базовые арифметические структуры. То есть это наша классическая математика, которая вот была у нас в дореформенную эпоху, то есть до того, как начали развиваться развивающее обучение, калмогоровская реформа, вот это. То есть современная сингапурская математика, это классическая математическая дидактика, усовершенствованная некоторыми, скажем так, авторами, математиками и психологами. Следующее. Вот сейчас они будут перечислены. А вот у нас аналог. Вот эту программу создается под моим научным руководством. Вот такая программа МАТ и Плюс. У кого есть дети, и кто вообще интересуется, чтобы у детей были высокие результаты, и они могли стать программистами, потому что без математики никакого программиста у нас не получится, смотри программу МАТ и Плюс. Значит, российский аналог сингапурской математики, в кавычках. Программа МАТ и Плюс, быстрый счет, построена на российской классической дидактике, плюс современные наработки. Вот это вот отработка, отработка навыков, быстрый счет, они как калькуляторы считают. Это есть, собственно говоря, по всем исследованиям гарантия успеха. То есть, вот почему азиаток показывают высокие результаты? Потому что автоматизация арифметики. Следующий слайд. Ну вот там я дал более подробную ссылку в той презентации, которая не загрузилась. Но выводы такие. Адекватное, что условием эффективности цифровизации в образовании является адекватная дидактика. Значит, программы опираются на качественные дидактические материалы. Пример я вам дал. Значит, как сингапурская математика. Второе. Адекватная работа в классе. То есть, это прямая инструкция, упражнение под руководством учителя, так называемое управление классом. То есть, вот заходят дети в класс, бардака нет, все сдают смартфон. Управление классом. Учитель хлопнул в ладоши. Все встали. Учитель хлопнул в ладоши. Ну, я сейчас немножко так. То есть, учитель, вот у сингапурского учителя, у него все продумано. И адекватная работа в классе, управление классом, прямая инструкция, отработка навыков в упражнениях. Это для всех специальностей на всех уровнях важно. И коммуникативное, интерактивное и следующее обучение. Значит, программы самоуправляемого обучения, которые активно продвигаются конструктивистами, не дают нужного эффекта и могут применяться только в качестве дополнения к классической дидактике. Я благодарю за внимание. Может быть, я многих разочаровал. Но вот таковы... Итак, в данном выступлении вам будет предоставлен обзор ключевых результатов и основного содержания вот как раз международного анализа национальных баз данных образовательной статистики и аналитики в странах мира. Как мы знаем, сегодня, конечно, технология анализа больших данных в принципе трансформирует организационные принципы развития социально-экономических сфер и в том числе сферы образования. Сегодня страны формируют свои технологические инфраструктуры цифровых открытых данных в образовании, национальных электронных баз образовательной статистики. И в связи с этим мы ставили целью своего исследования провести как раз компаративный анализ методологий, технологий, организации цифровых национальных баз образовательной статистики и аналитики. Итак, для анализа национальных баз данных образовательной статистики была использована классификация стран мира по макрогеографическим регионам. Это Америка, Азия, Европа, Африка и Океания. Данная классификация применяется для целей статистики в Организации Объединенных Наций. Мы взяли ее за основу. Итак, выборка стран-представителей из данных макрорегионов она была основана также на данных международных исследований. Это глобальный индекс инноваций и индекс готовности стран к сетевому обществу. Данные индексы, они, в принципе, представляют собой такие рейтинги. В одном случае 121 страны, в другом случае, вот, в индексе готовности это 129 стран и отражают уровень развития инновационных технологий, а также готовности стран к повсеместному использованию ИКТ для целей социально-экономического развития. Для анализа национальных баз данных мы выбрали страны-представители, которые имели наиболее высокие показатели в своих регионах данных рейтингов. Итак, в сопоставлении с базами данных образовательной статистики за рубежом мы также представляем, были также рассмотрены, да, вот российские базы данных образовательной аналитики и статистики, а также базы данных мировой образовательной статистики, это вот как раз организация экономического сотрудничества и развития, статический институт ЮНЕСКО и Всемирный банк. Мы производили анализ на следующих, в общем-то, параметрах, основываясь. Первый параметр – это функциональное назначение баз данных образовательной статистики. Кроме того, мы рассматривали правовые регламенты и какие виды собираемых данных там анализируются и сопоставляются, как они применяются и в дальнейшем, как они используются для принятия управленческих решений. Итак, мы переходим как раз к тому... Так, сейчас, секунду. Мы переходим к макро... Здесь страной представителем является США. Основным порталом для сбора статистики и данных образовательной статистики и аналитики является портал Национальный центр образовательной статистики. Он как раз является основным федеральным органом для сбора анализа данных, связанных с образованием в США. И он занимается деятельностью по сбору, сопоставлению, анализу и также представлению полных статистических данных о состоянии американского образования, а также на международном уровне представлена статистика, они также проводят исследования. Каковы же правовые регламенты? В первую очередь, для США это политика в отношении общественного доступа к научным исследованиям, политика конфиденциальности и безопасности и различные статистические стандарты, которые, конечно, у них согласуются с планом Министерства образования США. Итак, база образовательной статистики представляет собой довольно многофункциональную базу и виды образовательных данных там как раз систематизируются и структурируются по разделам. Итак, первый раздел – это данные об оценке образовательных достижений на национальном и международном уровне, данные о раннем детстве, начальном, среднем, высшем образовании на национальном уровне, о системных данных и о различных цифровых инструментах. Очень интересно было намечено, что в большинстве стран, которые мы рассматривали, каждая из них на своем портале, практически каждая, представляет различные инструменты, цифровые инструменты для как раз обработки данных. И вот здесь представлены некоторые названия этих инструментов. Они позволяют где-то создавать таблицы, где-то графики из тех данных, которые вы нашли как раз на этой платформе, что тоже для исследователей различных, чрезвычайно полезны. Еще одним статистическим ресурсом является национальная электронная база Nation Master, которая, в общем-то, содержит большой каталог переменных, охватывает около 300 отраслевых вертикалей, в том числе вертикаль образования, и содержит достоверную информацию из надежных источников и статистические данные 305 стран мира, поэтому здесь также можно пользоваться для цели аналитики и статистики. Следующая страна, представитель — это Канада. Здесь основным источником аналитических и статистических данных является портал Statistics Canada. Деятельность по сбору и анализу данных в Канаде также регламентируется, и регламентируется федеральными законами, как здесь написано, законом о статистике. Итак, мы находим основные данные об образовательной статистике в разделе образовательной статистики, и там есть доск к статистическим данным по различным национальным исследованиям в сфере образования. Например, это образование и результаты на рынке труда, к примеру, это образовательные показатели, грамотность, начальное и среднее образование, высшее профессиональное образование, финансирование образования. То есть там все по разделам также распределено. Дополнительным еще одним источником данных образовательной статистики и аналитики в Канаде является портал правительства. В Канаде в нем также содержатся разделы открытого правительства и открытых данных, в котором представляется аналитика и статистика по всем отраслям, в том числе образовательные. В сфере также. Переходим к следующему макрорегиону. Это макрорегион Азия. И здесь страной-представителем выступает Сингапур, о котором до этого уже говорил докладчик. Конечно, эту страну нельзя не уделить ей внимания. Здесь одним из основных источников данных образовательной статистики является как раз база данных департамента статистики, который ставит своей целью также предоставление исчерпывающих статистических данных и надежных статистических услуг, которые расширяют возможности принятия решений в сфере образования. Деятельность по сбору и использованию статистических данных регламентируется законом о статистике. И, конечно, стандарты различные используются и разработаны ведущие принципы, которые разработаны как раз вот этим департаментом статистики. Непосредственно статистические данные об образовании мы находим в разделе Education, Language, Spoken and Regency. И здесь статистические данные о языке и грамотности составляются Министерством образования Сингапура и департаментом статистики. Далее данные, которые раскрываются департаментом статистики, они используются в каких сферах дальнейших, да, это образовательные организации их используют, родители учащихся, исследователи, эксперты, директивные органы для разработки, оценки, политики, да, планирования, исследования, а также для автоматизированности отчетов, в том числе используется данный портал. Еще одними такими дополнительными источниками данных образовательной статистики и аналитики Сингапура является сайт Министерства образования Сингапура и также портал публичных данных, вот, который называется у них data.log, да, и у них в разделе education также представлены аналитико-статистические данные образования. Следующей страной представителем в макровегионе Азии является Китай. Одним из источников образовательных данных Китая является сайт Министерства образования. В разделе documents, документы, да, содержатся данные образовательной аналитики и статистики, о организациях, о результатах работы, о профессиональных кадрах. Правовыми регламентами здесь является закон Китайской Народной Республики о статистике и соответствующие положения госсовета. Дополнительным источником может являться сайт Национального Бюро статистики Китая, который также содержит сборник ежегодный статистики страны, в том числе статистики в сфере АГЗ. Следующий макрорегион – это макрорегион Европы. Здесь одной из лидирующих стран является Швейцария. У нее одним из основных официальных источников статистических данных является Федеральное статистическое управление Швейцарией. И здесь данный сайт управления предлагает пользователям информацию в открытом доступе, о состоянии развития населения, о экономике, территории, окружающей среде и в том числе о образовании. Насчет правовых регламентов можно сказать, что защита данных и личная неприкосновенность является основополагающими принципами государственной статистики и статистическая тайна регулируется как раз Федеральным законом статистике. Статистические данные об образовании представлены в разделе Education and Science. Этот раздел содержит публикации, пресс-релизы, визуализации и иные данные о недавних и прошлых статистических исследованиях, которые также загруппированы тематически. Например, можно увидеть, что это учащийся студенты раздел, это раздел специальности, педагогические кадры, образовательные учреждения, финансирование образовательной системы и так далее. Другим источником официальной информации и статистических данных в Швейцарии, в том числе в сфере образования, является портал открытых данных в Швейцарии. И в том числе в сфере образования это как раз портал Open Data Suite, связанный с порталом электронного правительства Швейцарии. Другая страна представителей макрорегиона Европы, это Швеция. Здесь источником официальной статистической информации является портал статистического управления Швеции. Статистические данные беспристрастные, актуальные, научно такие, в общем-то, обоснованные, да, они представляются и защищаются в соответствии с шведскими законами и постановлениями. И разрабатывается также политика страны, стратегии, международные стандарты. Все это является правовыми регламентами деятельности по сбору и анализу данных. Данные образовательной статистики содержатся в разделе Education and Research и включают в себя группы таких исследований, как анализ, тенденции и прогнозы в виде образования и рынка труда. Также образование населения, финансовая помощь, высшее образование и исследования в этой области. Статистическое управление Швеции также удовлетворяет потребности сегодняшнего и завтрашнего дня, как они описывают на своем портале, в надежной статистике в качестве основы для анализа, обсуждения и принятия решений. И также предоставляет открытый доступ к официальной статистике через свой портал, а также у них есть подписка на социальные сети и рассылка. Дополнительными источниками данных образовательной статистики могут служить портал шведской национальной службы данных, а также еще другие, Swedish School Inspectorate, Swedish Higher Education и так далее. Макро-регион Африка. Здесь представителем был выбран всего один, Южно-Африканская республика, поскольку из всех африканских стран она показывала самые небольшие показатели. Вот вы видите, они представлены рейтингом на слайде. Основным источником статистических данных здесь является портал статистического управления Южной Африки. Правовыми регламентами является закон о статистике, разработанные принципы, стандарты, рабочая программа и стратегические плановительности. Данные образовательной статистики содержатся в тематическом разделе Education. В нем представлены описания процесса сбора и использования стат и данных. Дальше представлены интерактивные визуализации основных данных образовательной статистики в виде графиков, в Instagram, диаграмм. Данные публикации и ссылки на дополнительные ресурсы. Данные об образовании включают какие в Южной Африканской Республике данные. Это в основном данные о учебных заведениях, о посещаемости этих заведений, об уровне образования, о сферах обучения, а также уровне грамотности населения. Далее другим источником данных образовательной статистики может являться портал South Africa Data Portal. Там также можно найти статистические данные в сфере образования. Следующий макро-регион это Австралия и Океания. Здесь мы, конечно, рассматриваем Австралию. Одним из основных источников данной статистики является портал Австралийского статистического бюро. Он является национальным статистическим агентством Австралии и предоставляет надежные официальные статистические данные по широкому кругу экономических, социальных, демографических и экологических вопросов и также имеет важное значение для страны в целом. Основными законодательными актами, определяющими функции и обязанности Австралийского статистического бюро является, вы видите, закон об австралийском статистическом бюро и о переписи статистики. В разделе образовательной статистики портала содержится информация о следующих статах данных. Это количество школ, студентов, сотрудников, грамотность, умение считать и решать проблемы у взрослых. Также там анализируется для этого отдельный раздел. Дошкольное образование, школа Австралии, образование, работа, квалификация, работа. Вот такие разделы представлены на данном портале. В качестве дополнительных источников образовательной статистики Австралии могут использоваться сайты департамента образования Австралии, а также The Australian Data Archive, это такой архив, который представляет национальную службу сбора и сохранения цифровых исследовательских данных при Австралийском национальном университете. Следующим образом является Новая Зеландия из представленного макро-региона. Здесь главный источник официальной статистики это портал Stats New Zealand. Это агентство является ведущим по сбору государственных данных статистики. И основным правовым регламентом деятельности является законы статистики. Данные образовательной представлены в рамках социальных исследований. Например, там источник финансирования предстатка сектора высшего образования, молодежная, рабочая сила и статус образования. Далее образовательный уровень взрослых. Такие разделы. Существуют и другие порталы статистических данных образовательных. Это портал Education Counts с интерактивным интерфейсом. В нем вы видите представлены разделы Statistics также есть. И там будут данные образовательные статистики, которые сгруппированы на дошкольное образование, школьное образование, на высшее образование, образование Маори, на тихоокеанское образование. И еще один портал это портал Education Governments New Zealand. Он также, как и предыдущий, функционирует в рамках деятельности Министерства образования Нового Zealand. Переходим к российским базам образовательной статистики. В России главным источником официальной статистической информации является портал Федеральной Службы Развитационной Статистики. Я думаю, все его знаете. Это как раз наш Росстат. Он является федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических и демографических и экологических и других общественных процессах Российской Федерации. Правовыми регламентами в данном случае является Конституция Российской Федерации, также конституционные законы, федеральные законы, акты президента и правительства Российской Федерации, а также акты Министерства экономического развития Российской Федерации. Главная страница портала Росстата представляет возможность стандартного поиска по разделам. В разделе населения под раздел образования на портале Росстата представлены данные образовательной статистики по следующим группам. Это дошкольное образование, общеобразовательные программы, образовательной программы среднего профессионального образования, программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и так далее. Дополнительным источником данных образовательной статистики в России может служить сайт Единой межведомственной информационно-специстической системы и МИС сокращенно, которая также обеспечивает доступ с использованием сети интернет государственных органов, органах местного самоуправления юридических и физических лиц к официальной статистической информации. Также в сопоставлении с представленными базами данных были проанализированы базы данных мировой образовательной статистики. Во-первых, Организация экономического сотрудничества и развития. У нее на портале OECD.spot представляется для широкого пользования раздел статистических данных, включающих образовательные данные как раз в разделе Education and Training. И по большому... Екатерина, я хотела бы про регламент вам напомнить. Спасибо большое. Да, мы разрешаем. Перечислить дальше. Здесь мы можем сказать о статистическом институте ЮНЕСК, который также представляет в разделе Education and Literacy данных образовательной статистики. И как раз база Всемирного банка. Здесь представлен всесторонний такой источник статистических данных и аналитики. Ну, мы переходим к заключению. На основании данного анализа, какие выводы мы пришли. Значит, первое, что можем сказать, что тенденции реализации политики управления на основании данных и диалогии открытых данных, они связаны как раз, как вы видите, с обеспечением организационной связанности всех институтов, которые предоставляют образовательные данные. Далее мы делали вывод о том, что страны организуют сбор и анализ на основе двух методологий, коммунитарной методологии и институциональной методологии. Кроме того, страны, которые мы перечислили, они разъясняют пользователям обычно политическую политику свою. И кроме того, они предоставляют данные непосредственно правительству страны или отраслевому министерству. И также для интеграции образовательных данных, также они интегрируются на институциональном, национальном и международном уровне и представляют на всех этих уровнях информацию своих порталов. За дополнительной информацией вы можете обратиться к представленной на слайде статье, а также к хромоприалам, которые даны в сборнике конференции. На этом я завершаю. Благодарю вас за внимание. Хочу представить вашему вниманию свой доклад на тему «Дистанционное обучение в поликультурной образовательной среде Высшего колледжа на примере Республики Казахстан». Современные исследователи уделяют большое внимание понятию поликультурность в образовательной среде. Назначение поликультурной образовательной среды заключается в реализации поликультурного образования. В обеспечении взаимопонимания, а значит и эффективного взаимодействия между субъектами образовательного процесса. С этой целью важно создать в образовательных учреждениях такие условия, которые позволили бы студентам понять культурные ценности, нормы и образцы поведения как своего, так и других людей. Сформировать опыт межкультурного взаимодействия и толерантности. В рамках нашего исследования с целью выявления и описаний, проводимых в учебном заведении, готовность к межкультурному взаимодействию в студенческом коллективе, уважение и толерантность к представителям другой национальности в обществе среди студентов колледжа и осознание студентам своей принадлежности к определенному этносу. Поликультурная образовательная среда должна стать моделью поликультурного социума, где студенты взаимодействуют с представителями других этносов, получают информацию о нормах другой культуры, проявляют толерантность к другим людям. Здесь происходит их профессиональная подготовка к деятельности в многокультурном обществе. На данный момент в мировом образовательном пространстве широко обсуждается изменение системы ценностей и цели образования. Поэтому при изучении проблемы поликультурной образовательной среды отечественными и зарубежными исследователями необходимо уделить внимание дистанционному образованию. Создание виртуального образовательного пространства, модернизации и компьютеризации образования стало общественной необходимостью и привлекает все больше внимания исследователей, так как невозможно игнорировать сложившуюся ситуацию в мире. Изучая образовательные возможности интернета и передового педагогического опыта, можно выделить такие варианты онлайн-обучения, как образовательные платформы, виртуальные университеты, учебные материалы в свободном доступе. С целью изучения поликультурности как личностного качества студентов в образовательной среде Высшего колледжа имени Макжана Жмабаева города Петропавловска, Республики Казахстан, было проведено исследование. Стоит отметить, что профессиональное образование в Республике Казахстан ведется по выбору обучающегося на русском или на казахском языках. То есть студент сам вправе выбирать, на каком языке он будет получать образование. И, соответственно, в колледжах группы делятся на казахский и русский и обучаются в одном образовательном пространстве. Результаты исследования дали нам возможность выявить уровень взаимоотношений студентов казахских и русских групп между собой и причины отсутствия тесных контактов среди студентов с казахским и русским языками обучения. Основными из них является языковой барьер, так как большинство студентов русских групп не владеет казахским языком и некоторые студенты казахских групп не владеют русским языком и отсутствия общих интересов. Незнание языков казахского и русского студентами двух отделений в одном поликультурном сообществе становится одним из главных разъединяющих факторов. Необходимо отметить, что высший колледж имени Макжана Жумабаева делится на отделения не по специальностям, как во многих средних специальных учебных заведениях Республики Казахстан, а по языковому признаку. То есть в колледже есть два отделения. Отделение с казахским языком обучения и отделение с русским языком обучения. Студенты казахских и русских групп не видят необходимости во взаимодействии между собой. Такое отделение, казахское отделение и русское отделение кожи пребывают в своем образовательном пространстве, не сталкиваясь и не сотрудничая между собой. Но студенты проявляют желание улучшить межкультурные взаимоотношения между собой и предлагают интересные варианты сплоченности поликультурного сообщества в условиях высшего колледжа. При разработке программы поликультурного образования в колледже мы учли пожелания студентов, считающих, что углубленное изучение языков казахского, русского и английского, не деление отделения колледжа на казахское и русское могли бы оказать положительное влияние на взаимоотношения студентов в рамках высшего колледжа. Данные результаты дали возможность о необходимости реорганизации системы управления высшего колледжа, которая в настоящее время не способствовала развитию тесных межкультурных взаимоотношений студентов двух отделений и при этом не удовлетворяла насущной потребности формирования контингента студентов в отделении колледжа по специальностям. Только реорганизация системы управления высшего колледжа может способствовать благоприятному существованию студентов в поликультурной образовательной среде. И в 2019-2020 учебном году в высшем колледже имени Макжана Жмабаева произошли реорганизационные преобразования с целью успешного решения основной задачи образовательного учреждения, заключающейся в подготовке конкурентоспособных профессиональных кадров в условиях современного рынка труда. В итоге структура управления колледжа расширилась и вместо двух отделений, казахского и русского, стало четыре по специальностям отделения дошкольного образования, отделения начального образования, отделения основного среднего образования и отделения информационных дисциплин, в состав которых входили и русские, и казахские группы. С учетом педагогических ситуаций поликультурно-образовательной среды, национальных и исторических особенностей осуществления образовательного процесса колледжа представилась возможность организовать личностно ориентированное воздействие на студенческую аудиторию, включение студентов в учебную и внеурочную творческо-созидательную деятельность с применением педагогических технологий образовательного процесса за счет создания объединений клубов по интересам и так далее. В процессе реорганизации структуры колледжа при подготовке кадров стало уделяться вниманием личностно-профессиональным качествам, соответствующим адекватным потребностям рынка труда и функционированию поликультурного социума в колледже. Современные ИКТ являются одним из способов реализации работы по насыщению образовательной среды колледжа поликультурным компонентом для осуществления организационно-управленческих форм внедрения ИКТ в поликультурно-образовательную среду высшего колледжа приемлемы дистанционное обучение, онлайн-обучение и электронное содействие обучению. При вынужденном переходе на дистанционное обучение во второй половине 2019-2020 учебного года было выявлено, что при достаточной информированности о возможностях интернет-обучения далеко не все студенты готовы перейти на него, а администрация и педагогический коллектив включить такой вид в образовательную программу. Интересно то, что все студенты колледжа используют сеть интернет и находят удобную онлайн-связь с участниками образовательного процесса и структурными подразделениями колледжа, но адекватно оценить возможности учебного процесса онлайн не могли. Только 40% студентов выразили желание посещать большинство теоретических занятий посредством онлайн-связи. Причиной отказа от онлайн-конференции в основном было желание студентов пребывать в колледже, вживую общаться с другими студентами, а также предположение о низком уровне усвоения учебного материала. В высшем колледже имени Макжана Жмабаева широко используется система управления учебным процессом СОВА и ЗУМ. Целью развития поликультурной личности, способной к социальному и профессиональному самоопределению и стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию студентов, организации учебной, внеурочной и воспитательной деятельности, реализуется посредством программы ЗУМ, где продолжается работа по насыщению поликультурным компонентам образовательного процесса. Жулдыз, вам пора завершать, извините. И в итоге дистанционное образование в высшем колледже ориентировано на повышение уровня поликультурности студентов в образовательной среде учебного заведения, направлено на нравственное воспитание, основанное на культурных традициях своей страны, патриотизме и гражданственности. Спасибо за внимание. В рамках своего доклада я постараюсь максимально короткой быть. Я бы хотела осветить следующие вопросы. Психологические проблемы, связанные с использованием цифровых образовательных сервисов, психологические характеристики пользователей, которые влияют на эффективность цифрового обучения, а также возможности использования больших данных для преодоления психологических проблем цифрового обучения. Итак, коллеги, все мы прекрасно понимаем, что пандемия COVID наглядно показала, что интернет сегодня является непременным условием устойчивого развития не только мировых экономик, но и отдельного человека. В условиях пандемии именно он позволил миллионам школьников и студентов по всему миру продолжить обучение, не выходя из дома. Ну и таким образом изучение эффективности, целесообразности, применимости того или иного цифрового инструмента. Это задача сейчас актуальная, задача будущих исследований. И уже сейчас понятно, что обучение, которое предполагает широкое использование цифровых образовательных сервисов, это не далекое какое-то будущее, а наше настоящее. Различные формы цифрового обучения на протяжении последнего десятилетия все активнее используются, не только ведущими вузами мира. Ежегодно появляются новые образовательные платформы, представляющие доступ к коллекционным материалам, онлайн-курсам, позволяющие отрабатывать конкретные предметные компетенции. Примеров таких систем достаточное множество. И наметившаяся в последнее время тенденция, с этой целью начинают использоваться и социальные сети, Twitter, Facebook, ВКонтакте. Эффективность внедрения цифровых образовательных ресурсов зависит от экономических, методических, организационных факторов, однако следует принимать во внимание ряд психологических проблем, которые с этим связаны. Так, например, по данным Валеева и Рудневой, только около 10% всех обучающихся проходят онлайн обучение до конца. Ну и все психологические проблемы цифрового обучения условно можно разделить на две большие группы. Это проблемы, связанные с качеством взаимодействия человека и машины, например, цифровая компетентность, грамотная и визуальная организация обучающего контента, а также проблемы, связанные с личностью обучающегося, уровень его мотивации, индивидуальные характеристики познавательных процессов, эмоциональная вовлеченность, самоконтроль. Ну и давайте к этим проблемам обратимся. Цифровое обучение предъявляет особые требования к уровню развития цифровой компетентности субъектов образовательного процесса, и согласно Эшет Алкалай цифровая компетентность – это не только технический навык использования программного обеспечения или цифрового устройства, она включает комплекс когнитивных, моторных, социальных, эмоциональных навыков. Многочисленные исследования, проведенные в Австралии, США, Канаде, Австрии, Швейцарии, свидетельствуют о том, что цифровые навыки современных студентов университетов чаще всего ограничиваются использованием стандартного пакета офис, социальных сетей, мессенджеров, электронной почты и серфингом в интернете. А перечень цифровых технологий, которые они используют в обучении, ограничен. Так, например, исследования Кеннеди и Фокса показали, что большая часть технологий используется студентами Гонконгского университета для общения и развлечения, а не обучения. А в работе ВОНГ доказано, что ученики средней школы не более продвинуты технологически, чем их учителя. В качестве основных элементов цифровой компетентности исследователи выделяют следующие когнитивные и эмоциональные навыки – это способность к абстрагированию, обобщению, креативности и эмпатию. И вот вам такой пример. Стэнфордская группа по образованию в области истории в 2016 году проанализировала особенности формирования гражданского мышления в интернете с помощью онлайн-опросника, сосредоточившись на изучении способности молодых людей судить о достоверности информации, которая наводнеет смартфоны, планшеты и компьютеры. Исследователи описали цифровую компетентность студентов одним словом – плавая. Они заявляют, мы обеспокоены тем, с какой легкостью дезинформация по гражданским вопросам может распространяться и процветать. При создании цифровых платформ зачастую во внимание не принимаются механизмы когнитивной и эмоциональной обработки представленной информации, что в итоге может привести к переходу от программирования машин к программированию людей. Как показало Стэнфордское исследование, риск того, что имплицитные подталкивания ученика к принятию той или иной информации могут привести его к потере собственных образовательных целей. Но, а не допустить этого возможно через развитие навыков рефлексивного обучения, как у разработчиков цифровых образовательных продуктов, преподавателей, так и учеников. Навыки рефлексивного обучения в цифровой среде, как утверждает Сёфферт и Мэйр, это те самые навыки, которые включают и цифровую компетентность. Урбе и Воган отмечают, что ограничивающим фактором развития повсеместного использования цифровых платформ является отсутствие преподавателя, руководящего процессом обучения, дающего обратную связь, необходимую для эффективного образовательного процесса и, главное, поддержания мотивации слушателей. Низкая мотивация пользователей цифровых образовательных ресурсов является одним из вызовов для системы образования, а повысить ее возможно с использованием игровых механик, визуального дизайна курса, его интерактивности, позволяющие удовлетворять стремление к постоянному положительному здесь, теперь подкреплению, свойственному представителям поколения Z. Говоря о расширении взаимодействия обучающегося машин, нельзя оставить в стороне проблему элиминации негативного влияния чрезмерного взаимодействия обучающегося с компьютерами на его психику. К примеру, Энгрис и Лейви после повсеместного введения в школе компьютеров отметили снижение успеваемости у четвероклассников по математике и у старшеклассников по многим учебным предметам. Бесман и Ханучек, сопоставив учебные достижения детей, полученные в ходе тестирования по программе ПИСа и наличие у них компьютера, пришли к выводу, что дети, у которых дома компьютер, хуже читают, считают, успевают в школе. Исследования в США показали, что у использующих средства мультимедийной электронной коммуникации дошкольников нарушается внимание. В старшем дошкольном возрасте возникают проблемы с чтением, у подростков усиливается социальная изоляция. Бесман утверждает, что новая концепция образования 3.0, одним из векторов развития обучения, рассматривает его персонализацию. Причем речь идет не только об индивидуализации образовательной траектории с опорой на уровень актуальных компетенций ученика, а об учете его психологических особенностей. Размышляя о новом поколении, Прэнски выделяют следующие специфические характеристики, родившихся в цифровую эпоху. Они перерабатывают информацию быстро, являются многозадачниками, предпочитают сначала увидеть графическое изображение, а затем текст выбирают произвольный, рандомный доступ к информации, эффективнее работают онлайн, чем оффлайн, ориентированные на частые награды и удовольствия здесь теперь, в серьезной работе предпочитают игры. При этом, по данным исследователей, например, Афир, многозадачность зачастую сочетается со слабыми навыками контроля нерелевантных стимулов из-за широко ориентированного внимания. Акар утверждает, что современные пользователи, получающие информацию посредством гипертекста, характеризуются поверхностным стилем обработки информации, быстрым переключением внимания, сниженным объемом запоминания. По данным Вольфа и других, сдвиг в сторону поверхностной обработки информации нарушает формирование важных учебных навыков, логического анализа, критического мышления, рефлексии. В то же время исследователи подчеркивают факт существенной зависимости результатов обучения от индивидуальных особенностей самого ученика, стиле его учения, мотивации, интереса, метакогнитивных способностей. Полностью или частично решить, большую часть из обозначенных проблем может внедрение в образование технологии анализа больших данных. Большие данные в образовании – это онлайн-система обучения с методическими материалами, учебными результатами тестирования, данными об участии слушателей, преподавателей в учебном процессе и многое другое. Поскольку эти данные позволяют находить скрытые взаимосвязи между объектами, предметами и явлениями, они могут помочь повысить эффективность освоения учебного материала в цифровой среде, найти скрытые ранние связи между личностными особенностями обучающихся и их учебными достижениями. Доказательством этому может послужить, например, опыт компании Skillsoft, которая на своей платформе предоставляет образовательные материалы для онлайн-обучения. В числе ее пользователей более 20 миллионов человек по всему миру, и благодаря анализу больших данных Skillsoft удалось адаптировать предлагаемые образовательные ресурсы под каждого из своих клиентов с учетом уровня их квалификации, конкретных потребностей и бизнес-интересов. В результате треть пользователей платформы воспользовались хотя бы одним из предложенных в рамках первой же электронной рассылки курсов и оплатила его. А уровень удовлетворенности пользователей персонализированным образовательным контентом повысился более чем вдвое по сравнению с ранними неперсонализированными версиями. Асиф и другие, анализируя Big Data, установили, что концентрация педагогических усилий на аналитике и учете результатов обучения по небольшому количеству профильных дисциплин может способствовать эффективности обучения. КАР и другие рассматривают возможности использования аналитики и успешности прохождения курсов для прогнозирования вероятности отказа от обучения по данному курсу. Асифер-Темейр считает, что грамотное использование больших данных в образовании зависит как от компетенции разработчиков, так и от компетенции пользователей цифровых образовательных систем. Речь идет о цифровой компетенции. Важным направлением в исследовании в области больших данных в настоящее время по образованию является создание модели компетенции для цифрового обучения, а также разработка эмпирических методов оценки, инструментов обучающей аналитики. Террес и Рэмси, изучая успешность обучения на основе MOOC, акцентируют внимание на важности учета психосоциального и когнитивного профиля учащегося, например, индивидуальных различий в мотивации саморегуляции, которые являются ключевыми характеристиками, детерминирующими обучение на цифровой платформе. В число психологических детерминат авторы включают, например, мотивационную, эмоциональную и интеллектуальную вовлеченность в курс, также временной аспект обучения, то, как ученики воспринимают время в сети, как это влияет на время, потраченное на выполнение задачи, как это может повлиять на эффективное изучение курса. Известно также, что эмоции ученика могут выступать важным фактором, регулирующим процесс обучения, в том числе цифрового. Молнар с коллегами проанализировали 277 постов, содержащих слово MOOC, и опубликованных в течение часа в Твиттере. Они обнаружили, что большая часть постов содержала позитивные оценки ресурса, активную вовлеченность пользователей. Самой распространенной негативной оценкой платформы было указание на скучность или высокую интенсивность курса. Фишеры и другие предлагают следующие пути использования больших данных в образовании. Объединение данных о поведении ученика на цифровой образовательной платформе с данными психологических шкал может помочь исследователям сопоставить последовательность действий с когнитивными характеристиками ученика и провести уточнение теоретических основ процесса обучения. Соединение административных данных и данных о процессах обучения поможет более обоснованно выстраивать образовательную политику, например, по преодолению образовательного неравенства. Данные об успешности, темпе прохождения образовательного курса позволят персонализировать процессы обучения с новых позиций. Селлеры Хоган, размышляя о возможности использования больших данных для более эффективного управления обучением, указывает на возникающие в связи с этим риски. Чаще всего данные используются для определения путей обучения студентов, а не педагогов. Программы курсов сужаются, реорганизуются для большего соответствия базе данных, что потенциально ограничивает возможности обучения на основе критического мышления, абстрактной логики и рефлексии. Персонализированное обучение преподносится как идеальная модель будущего образования, при этом полностью игнорируется. Важный в процессе обучения процессы социального взаимодействия происходит потенциальная депрофессионализация учителя. Итак, при разработке цифровых образовательных ресурсов важно учитывать психологические характеристики пользователя, которые могут существенно повлиять на эффективность цифрового обучения. Уровень цифровой компетентности, развитие навыков критического мышления, степень эмоциональной вовлеченности, мотивации обучения могут выступать определяющими детерминантами результативности обучения. Широкие возможности для получения информации, в частности о психологических характеристиках ученика, представляют технологии анализа образовательных данных. При этом следует помнить, что наряду с возможностями большие данные дают в себе определенные риски, недоучет этих рисков может привести к программированию сознания человека, утрате учеником собственных целей обучения, ограничению возможности развития социальных навыков в угоду персонализированному подходу депрофессионализации педагогов. Перечисленные возможности и риски задают управление для дальнейших исследований в области анализа больших данных в образовании и определение государственной политики, применительной к цифровому образованию. На этом мой доклад окончен. Спасибо всем за внимание. Коллеги, если у вас есть вопросы, то вы можете их задать. Если нет, мы продолжаем по следующей ссылке. Я надеюсь, что презентации будут выложены на сайте конференции. Спасибо всем. Продолжение следует... Продолжение следует...